Могла. Проходите, Дон Руденцио, проходите. Дорогая, Дон Руденцио пришёл за кое-какими вещами, которые он забыл захватить. Конечно. Извините меня, пожалуйста, я просто пришёл забрать лосьон, пену для бритья и помазок. Ну, конечно, что вы, не стесняйтесь. Заберите их, а я пока сварю вам кофе. Хорошо, спасибо. Я никогда не откажусь от чашечки кофе. Всё будет готово через минуту? Но, дорогая, может, в другой раз я куплю ему кофе в кофейне на углу? Да, но, Мигелон, если ей так хочется... Нет-нет-нет, я не хочу, чтобы вы отравились. Мигелон, какой ты грубый. Я хотела как лучше. Девочка моя. Я приготовлю вам кофе. Ладно, я пойду в ванну заберу свои вещи. Давайте. Простите, разрешите вам помочь. Я... Я знаю, что тут и где. Это кофеварка, здесь кофе, здесь сахар. А горячая вода у вас есть? Нет. Нужно её подогреть. А сливки есть? Нет. Придётся нам пить чёрный кофе, сеньора. Сеньорита. Неужели? А как вас зовут, сеньорита? Инесс. Сеньорита Инесс. Инесс, госпожа души моей. Не знаю, откуда это. Это определённо не танго. Нет, это... Тенарио. Конечно, Тенарио. Разрешите, я помогу вам. Давайте приготовим кофе вместе. Сеньорита Инесс. А этот мужчина, сеньора Гиро, он сюда войдёт? О, боже, как я нервничаю. Ну, ничего, где наша не пропадала. Осторожно, бабушка. О, дитя моё. Ты считаешь меня полной разваленной? Добро пожаловать домой, Донья. К чему ты радуешься? Вернуться сюда – это худшее, что могло случиться со мной. Знаете, вы должны благодарить Бога за то, что вы живы. Вы могли бы отправиться на кладбище. А это место пострашнее. Поставь цветы куда-нибудь. Ой, Господи. Здесь стало ещё хуже, чем раньше. Моника, ты должна поскорее найти мне другое жилище. Не волнуйся. Завтра я приду навестить тебя. Если ты будешь чувствовать себя хорошо, мы пойдём присматривать дом. Тебе лучше прилечь. Разрешите, я помогу вам. Со мной всё в порядке. Если что и беспокоит меня, так это возвращение сюда. Из-за тебя Франциско остался на улице. Очень любезно с его стороны. Почему ты не хочешь дать мне шанс? Неужели мы не можем сблизиться снова? Мы не можем больше общаться, как сёстры. Прости, боюсь, что этого больше не будет. Ты ненавидишь меня? Нет, Моника, конечно нет. Но то, что было между нами, сломалось раз и навсегда. И хоть я по-прежнему люблю тебя, очень люблю тебя. Мы не сможем общаться, как раньше. Прости. Но ты сама всегда защищала единство нашей семьи. Почему ты не пытаешься сохранить его сейчас? Знаешь, в чём дело? Твои отношения с этим мужчиной не входят в мои понятия о семье. Прости, Моника, но я не могу поддерживать тебя в этом. Франциско собирается подыскать бабушке Монике другое жилище. Эстебан сказал мне, уверена, ему вскоре придётся содержать всю семью. Такие женщины – настоящие эксплуататоры. Они вытягивают из мужчин всё. А что ты ещё знаешь? Где она будет жить? С ними? Нет, Эстебан говорит, что их квартира очень маленькая. Как раз для двоих. Эстебан там был? Да. И как квартира? Ну, я пыталась вытянуть что-нибудь из Эстебана. Он говорит, что это место, как бы тебе сказать, секси. Одна ванная, маленькая кухня. В современном стиле. Кровать с розовыми шёлковыми простынями. Зисиско не нравится такой стиль? Ну, конечно. Он сделает всё, чтобы угодить ей. Но мне на это наплевать. Привет. Привет. Как поживает королева мира? Я видел, тебя на улице ждёт крутая тачка, а в ней этот старикашка. Не смей так о нём. Ты должен научиться проявлять к нему уважение, потому что этот человек будет заботиться о тебе. Ты обязан ему многим. Гучу, Гучу, бабушка только что приехала, она там в своей комнате. Донья Ворчуня снова дома? Да, но сейчас она прилегла. Пусть отдохнёт. А ты увидишься с ней позже, ладно? Знаешь, я собираюсь купить новый дом. Ух ты, ты никогда не довольствуешься малым. Наверное, и дом будет в Казуаринас или Сан-Исидро. Вроде того. Я бы хотела и бабушку взять с собой. Была бы рада, если бы и ты к нам присоединился. Я хочу вытащить тебя отсюда. И помочь тебе стать тем, кем ты хотел бы стать. Ну, что скажешь? Согласен? Я думала, что ты будешь прыгать на одной ножке от радости, когда услышишь моё предложение. Моника, есть проблема. Какая? Сусанита ждёт ребёнка. Что? Пепепе Пенни заставляет меня жениться на ней. Не будь дураком. Ты не обязан брать ответственность на себя. Эта девчонка и гроша ломаного не стоит. Прошу, не позвали, а им надуть тебя. Не переживай из-за этого, Гуччи. Всё, я должна идти, меня ждёт Франциско. Тебе тоже не о чем волноваться. В следующий раз он со мной не приедет. Завтра мы идём в автосалон, он купит мне машину. Только хуже. Нет, это уже не важно. То, что мне говорил сеньор Спиноза, правда. Что? Что я с нездоровым любопытством пытаюсь разузнать все подробности, от которых мне становится больно. Сейчас я всё время думаю о жизни Франциско в той квартире с той женщиной. Йоланда, не мучай себя. Ты должна как-то развлечься, сходить куда-нибудь. Кстати, Алекс, пригласи свою маму куда-нибудь завтра. Всё-таки день матери, и вообще ей нужно развлечься. Если Эстебен вернётся, я попрошу его сводить меня. Нет, я не могу праздновать день матери. У меня больше нет дочери. Это неблагодарная Лаурита. Не могу понять, как она могла так поступить со мной. Я пыталась забыть, но не могу. Мама, послушай. Что? Мне не нужно напоминать, я, конечно же, приглашаю тебя. Нет, Алекс. Спасибо. У меня нет настроения. Ну, тогда сделай это ради Габи, ради меня. Хорошо? Я буду чувствовать себя не в своей тарелке, без твоего отца. Ну, а ты же будешь с нами. К тому же ты должна привыкать обходиться без него. Да, сынок. Да.